Хей-е! Привет, ребята! Опять, у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем разбирать ту песню, которую вы мне писали в комментариях, где из каждого утюга она слышится, точнее, ее припев. Да, это та самая песня, о которой вы сейчас подумали. Ведьмаку заплатите чеканной монетой. Не переживай, песня супер простая. Хоть коряю немножко перевод, но не суть. Я, как всегда, все на пальцах вам все объясню. На полупальцах. Поэтому бери инструмент в руки и погнали учиться! Сзади подползли, хоть это стыд и срам. Сломали мне лютню, дали по зубам. Целился ты, черт, мне рогом прямо в глаз. И тут ведьма крикнул, вот он, смертный час. Ведьмаку заплатите чеканной монетой. Чеканной монетой. Ведьмаку заплатите чеканной монетой. Чеканной монетой. У-о-о-оу. Ведьмаку заплатите. Зачтется все это вам. Разбор на укулеле. И перед началом разбора говорю сразу, откройте сейчас раздачный материал, чтобы понимать, что сейчас будет происходить. Иначе вы ничего не поймете. И вся песня настроится на пяти аккордах. Первый аккорд, аккорд АМ. Мы зажимаем четвертую струну на втором ладу. Далее у нас идет аккорд Д. Мы зажимаем четвертую, третью, вторую струну на втором ладу. Кому сложно зажимать этот аккорд? У меня есть целый ролик, посвященному, как же правильно настроиться, в принципе, аккорды, как их правильно зажимать. А обязательно, если что, посмотреть, если у тебя возникают вопросы с аккордом Д. И следующий аккорд у нас аккорд Э. Мы зажимаем вторую струну на первом ладу. И четвертую струну на втором ладу. Далее у нас идет аккорд G. Мы зажимаем первую струну на втором ладу, потом третью струну также на втором ладу и вторую струну на третьем ладу. И следующий аккорд, сам последний, E7. В оригинале, конечно, сыграется E, но я понимаю, что мы не все умеем играть аккорд E, поэтому мы его модернизировали в аккорд E7. Как же он строится? Мы зажимаем четвертую струну на первом ладу, а третью и первую струну мы зажимаем на втором ладу. Соединим теперь эти все аккорды. А, М, Д, Ф, Дж и E7. И первые четыре аккорда у нас играются в куплете, то есть А, М, Д, Ф, Дж. Шикарно! Теперь возникает вопрос, как же теперь мне это все играть? Скажу сразу, первый куплет, он сложноватый. По словам, не с первого раза удастся вам сыграть первый куплет этой песни, потому что тут корявый перевод, и иногда не сочетается ритм текста и ритм песни. То есть у вас приходится какие-то слова тянуть, как это было с Геральдом из Реви. То есть там у меня один аккорд, а тут столько слов, я вообще не понимаю, как это играть. Вот, чтобы такого не произошло, откройте прям оригинал песни и играйте вместе с ним. Тогда мы сейчас все вместе это разучим. Давайте разберем. Первые две строчки куплета мы играем просто удар вниз. То есть две эти строчки мы играем при помощи просто ударов. Ну не просто, можете играть как бы и удар вниз, а можете играть арпеджио, когда мы все струны играем подряд. Как будто мы играем на арфе. То есть у нас на первые две строчки что получается? когда скромня габард отдыхал отдел и вот на момент с геральдом из риви мы на джип переходим на слово риви получается с геральдом из риви тысячу даже раньше еще раз когда скромня габард отдыхал отдел с геральдом из риви он песню эту то есть на д мы переходим на слово эту еще раз вот именно только вторую эту строчку то есть с геральдом из риви песню эту то есть вот вот этот момент сложность в этом то и состоит дальше мы начинаем играть уже переборчик переборчика а-ля арпеджио мы играем 4 3 2 1 на каждый аккорд мы играем его два раза то есть понятно да ну давайте теперь все соединим последние получается 3 4 строчка сразился белый волк с вели речевым чертом слова вели речи вы капец какой-то первый раз вижу такое да еще раз и отразился белый волк с вели речевым чертом эльфов покромсал несчетные опять же тянем несчетные и на когорты на слог гор мы ставим д да возникает вопрос а чуть ты там на джи долго играешь то ты же говорил что на каждый аккорд по два раза перебор но тут мы тянем этот слог чтобы было красиво мы прям пока мы не дотянем слова несчетные и будем играть этот перебор и на слово только когорты мы играем д вы хотите коротко снять вот эти несчетные когорты то снимать коротко играть несчетные когорты будет не очень красиво да лучше распеть слова несчетные вот это ема любима соединим это все вместе и сразился белый волк с вели речевым чертом эльфов покромсал несчетные тянем 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 а ля 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 когорты разбор на укулеля и уже последние вот эти четыре строчки куплета мы играем тупо на каждый аккорд по два раза этот перебор то есть там уже все очень просто все очень понятно да с этим понятно что касается припева а припев мы играем так же как и первые строчки куплета то есть просто удар вниз то есть ведьмаку заплатить стой погоди я совсем забыла сказать что есть еще один аккорд в припеве это аккорд c мы просто нажимаем первую струну на третьем ладу тут на самом деле все очень просто плане того что на каждое слово получается у каждый аккорд аккорд у нас а и 7 c d еще раз и 7 c d и получается ведьмаку заплатите чекан и монетой чекан и монетой cabo и потом опять нас повторятьажи то же самое по мелодии то же самое но слова там чуть из меня то есть ведьмаку заплатите зачтется все и опять там дальше ведьмаку заплатите чекан и монетой ведьмаку заплатите зачтется все вот все вот и все на сегодня если тебе понравился этот разбор то можешь поставить свой лайк подписаться на канал нам с пеппо будет очень сильно приятно также смотри предыдущем а разборы у них полно на канале а 6 теория для укулеле так вообще бум-бум по барс но также не забывай писать в комментариях какую же следующую мне песню разобрать но мне по-прежнему зовут даря скоро увидимся ведьмаку заплатите чекан и монетой чекан и монетой ведьмаку заплатите зачтется все